Rainbow English учебник, 6 класс, 1 часть, unit 1, step 9, упражнение номер 3. Дополните предложение и используйте слова из рамочки. Слова из рамочки переводим для начала. Anything или же что угодно, или же в отрицаниях. Ну, в общем, это мы потом посмотрим. Everybody – это все. То есть это то, что всегда переводится как все. Anybody – кто угодно, everything – все, nobody – никто и nothing – ничто. То есть для каких-то неодушевленных. Итак, первое. Говорят, что московское метро красивое. Кто же говорит? Ну, я так думаю, все. Наверное, все. Все в смысле люди, одушевленные, значит, мы выбираем everybody. Да, то есть берем номер 1. Это everybody says the Moscow Metro is beautiful. Так, 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 куда, куда, куда? Так, ладно, сюда. Номер 2. Белое в Москве, когда идет снег. Что же белое в Москве, когда идет снег? Так, я думаю, все белое в Москве, когда идет снег. Ну, то есть вот этот everything, опять же, забираем сразу. Итак, номер 2. Everything. Все. Everything is white in Moscow when it snows. Номер 3. Знали. Так, сейчас, секунду. Ой, вот тут сложно, потому что тут все зависит от первого этого слова. А мы его пока же не знаем. Знали что угодно или же не знали ничего. Это мы сейчас тут разберем. Да, тут английский в этом плане очень даже сложный. Про английский язык в Европе в 14 веке и раньше. Ну, получается, скорее всего, что никто ничего не знал. Как только мы поставили одно отрицание, которое у нас вот здесь, скорее всего, и будет, отрицание, то дальше нам отрицание ставить нельзя. Поэтому вот это слово идет просто new, как будто знали. Но переводить нам надо, как отрицательное. Не знали. И вот это. Вроде как переводится что-то, да, или что там угодно. А нам нужно перевести ничего, потому что вот здесь, опять же говорю, ну, вроде как, нам нужно поставить отрицалку nobody, никто. И сразу вот эти два слова, еще раз уточню, будут переводиться отрицательно. Но потом еще раз я это вам скажу сейчас с переводом. То есть здесь мы ставим никто. Хорошо поставила. Так, секунду. Nobody. И теперь nobody knew anything about the English language in Europe in the 14th century and earlier. Никто не знал ничего. То есть видите, как тут все сложно. Про английский язык в Европе в 14 веке и раньше. Осталось у нас номер 4. Могут показать тебе дорогу до собора, до городского собора. У нас остается вот это для неодушевленных и вот это для неодушевленных. То есть мы их сразу откидываем у нас anybody, кто угодно. То есть в данном случае мы переводим его как кто угодно. Anybody can show you the road to the city cathedral. Кто угодно может показать тебе дорогу до городского собора. Пятое. Я слышу и что-то там, он очень далеко от нас. Значит, по смыслу я не слышу ничего. То есть видите, мы вот здесь, получается, ставим nothing. И, соответственно, can уже надо переводить на русский. Отрицание. То есть, опять же, работает правило, только одно отрицание в предложении. То есть мы в пятом ставим... А, там с маленькой буквы, кстати, да, будет у нас nothing. I can hear nothing. He is very far from us. Я ничего не слышу, он очень далеко от нас. И последнее, соответственно, anything. Can you hear anything? Ты что-нибудь слышишь? Вот так оно переводится. И вот наши ответы. Субтитры создавал DimaTorzok